Рукопашный бой! Сила! Рукопашный бой! А что, хорошо? Жестко, жестко, пора убает вообще. Да, было время, это, ну, жесть была. Раньше были тренировки немножко пожестче, потому что воспитывалось такое поколение, ну, мы чисто были реально об области. Казалось бы, да, вроде, ну, уже человек такого возраста. Чересчур требовательный, на каждой тренировке я уставал, выкладывался. То есть у него все надо сделать до автоматизма. Любое движение, любой прием, он должен быть до автоматизма. А невзирая на его веселый, я бы сказал, добродушный характер, он является очень требовательным и жестким тренером. Это я знаю. Сначала шагаешь, а потом бьешь, а потом, конечно, не успеваешь. Надо одновременно, что нога, что рука делает движение. Сейчас буду бить уже, кто медленно делает, что непонятно? Хоп! Еще быстрее, легче! Руку, руку не опускай! Хоп! Меня зовут Андрей Савин. Родился в Петропавловске-Камчатском. Учился в школе сначала номер 4, первый класс, потом все 9 лет я проучился в школе номер 9. И вот здесь, как раз в школе, где-то в классе 8, у меня проявились такие для себя желания, движения, чтобы заниматься активным образом в жизни. Начал ребят собирать возле себя и заниматься единоборствами. Движение правой, и вы идете в левую. И получается у вас такое движение на один шаг с ускорением. Раз! И вот тут 9-10 класс, уже старшие. В школьные годы я собрал возле себя немножко таких людей, которые тоже нравились, потому что запрета карате был у нас в советское время. И мы начинали где-то на сопках, в спортзале под видом какой-то акробатики и разлучать приемы карате и восточных единоборств. Ребята, кто старшие ходили в моря, просили, чтобы журналы привозили по карате. Перерисовывали, перекопировали, писал в ручной вечерами. Но это было запретно, а то, что все, что запретное, становится интересно, правильно? Конечно, бокс-зюдо было, а карате-то не было. Для нас это было вообще... Сами изобретали и нунчаки готовили, делали там палочки, веревочки, цепи. Что-то пытались тоже тренироваться, изучать технику нунчак, карате. От подбородка. Плечи прикрывают челюсть. Левая нога делает шаг в сторону, немножко назад. Рукопашный бой я коснулся уже в 90-е годы, когда служил в милиции. И вот как раз по моей специальности я окунулся в Динамо, в учебке. Выступал первый раз от МВД по рукопашному бою. И вот меня заинтересовала техника именно самообороны и рукопашного боя. Пришел когда на секцию, первая секция это была кикбоксинг и тэквондо. Тяжело было, я практически не видел удары ногами. Рукопашный бой это же тоже ассорти из всех единоборств, да? Там элементы бокса, элементы борьбы, дзюдо, самбо. Потом, кстати, кроме рукопашного боя, параллельно стал заниматься еще джуа-джитса, изучать. Ездил по стране с ребятами, вот с Лапшов Олег был. Зарезин Сергей. Мы изучали джуа-джитса, ездили на семинары иностранных, мастеров посещали. И получали подпитку для рукопашного боя. Два! Кто не справился? Два с половиной! Три! Не успели! Упор уже приняли, 50 раз отжимаем. Вы должны в будущем не думать о ногах. Вы должны это делать уже быстро. Не задумываясь, где там какая рука, где нога. Ну, первый зал, это дюшит номер три. Я работал тренером преподавателем по рукопашному бою. И там как раз был подвальчик Бахняка-4, где много-много детишек и взрослых ходили в этот подвальчик. По-моему, 2000 год был. Противная школа выделила нам этот зал на Бахняка-4. Когда мы в него пришли, это были просто деревянные полы, маты, как говорится, там старые уже по стенам. И все, больше ничего. Это был как бы голый зал. Все со временем приводили к порядку. Ковер появился, тренажеры появились всякие разные. То есть как бы народ пошел, движение пошло. Шоу объявления в газете, это шестерский набор всех с рукопашного боя. На тот момент Андрей Владимирович вел тренировки на ЗЭСе на улице Бахняка. Когда я пришел, я увидела подвальное помещение. Было два зала. Один, как тренажерный, и второй, маленький зал для борьбы. Особых возможностей раньше не было, чтобы мы где-то занимались. Мы занимались и на улице, и дома повседневно. И здесь это начало моей карьеры, многих людей, многих наших товарищей. Раньше все в подвалах занимались. В то время как раз все из подвалов и выходили. И боксами занимался в подвале. Туда как раз с подвала многие ребята стали сами тренерами. Сергей Власов, он пришел у меня как раз молодым еще до армии. Тренировался у меня как раз в этом подвале. Вернулся с армии, он меня затянул в рукопашный бой. И вот с 2000 года мы с ним вместе развиваем рукопашный бой на Камчатке. Сейчас он сам тренер-преподаватель. Работает в школе номер 3. И Рома Бузин тоже с детства пришел. Ему там было 7 или 8 лет. Отбирая куда пойти, решил пойти на рукопашный бой. Так как было это близко все. Хотелось бороться, драться. Все получалось, все было близко. То есть, чтобы оно все было вместе, в одно как-то. Ребята приходят на тренировку. Сразу видно, у кого качество бойца, у кого пока их нет. Нет таких людей, которые, как сказать, плохие. Просто есть на самом деле, наверное, природные такие данные, у которых бойцовские качества есть. Понимаете? Надо их просто немножечко раскрыть. Ну и отточить технику. Леша, сразу бросочка. Отлично, Леша. Молодец, хорошо. Все. У меня лет, наверное, 12 назад Наталья Сафронова пришла ко мне заниматься. Занималась она с детства, с маленьких лет, там с 7 лет до 12, 5 лет или 6, я не помню уже. Тогда как раз мы полетели на Олимпиаду боевых искусств. Это был первый вылет с Андреем Владимировичем. У нас с ним состоялся серьезный разговор. И тогда он мне предложил, типа, приходи ко мне и занимайся у меня на бахняка. Это крутой зал, на самом деле. Там столько чемпионов вышло. На тот момент я как бы, у меня не было мысли, там, стрёмный зал, там, не знаю, подвал, там, не знаю, затопленный. Просто мне нравился коллектив, нравился тренер. И все, меня, в принципе, все устраивало. Мне больше ничего не нужно было. Как раз были в Европе на чемпионатах мира по самобороне. Где она занимала первые места в разделе ММА, кикбоксинга, грепплинга. Ну, не было таких соревнований, где бы он не принимал участие. Все равно как бы, даже вот последний год я летала на чемпионат России, где его не было. Но все равно он писал, переживал, созванивался. Он все равно как-то беспокоился и принимал в этом участие даже косвенно. Он на самом деле, ну, чисто для меня, как, ну, он очень близкий человек. Это действительно как второй родитель. С ним проводим очень много времени. Подготовка, соревнования, там еще что-то. Он меня с детства ставил в более высокие категории, там, где я был либо младше, либо меньше весел. Он говорил то, что мне это пригодится в будущем, потому что все будут всегда выше и сильнее. Я стал бронзовым призером чемпионата мира в Италии в 2014 году. Водрил всегда, да, что надо работать, иначе ничего не будет. Я бронзовый призер первенства Дефо 2018 года, победитель всероссийских игр в Анапе 2019 года, бронзовый призер первенства Японии по стилевому карате. Ну, первые соревнования у нас проходили в Динамо. Тогда я занял второе место, проиграл. Мне было очень обидно, и отец мне говорит, ну, нужно быть лучше, нужно быть сильнее, нужно заниматься. Типа, ну, вот, ты проиграл. Ну, не было такого, как бы, не расстраивайся, там, все нормально. Было только вперед, вперед и вперед. Больше всего я мог бы охарактеризовать именно как руководителя, не как тренера. Как он тренирует, я не знаю. Но, видя результаты его учеников, мне, честно говоря, очень приятно, что, опять же, и в качестве друга, я понимаю, что он очень хороший тренер. И держать такую организацию, понимаете, Федерацию Копашного Боя в себя включает еще несколько видов других, сплоченных единоборств, да, и все отталкиваются именно от него. Очень медленно, еще раз, очень медленно, блин, а. Сейчас буду бить уже, кто медленно делает, что непонятно? Философия рукопашного боя у каждого тренера, мне кажется, все-таки своя. Поэтому я и почему пришел к совместному проекту с церкви, да, с епархией, чтобы она основывалась на нашей православной вере, культуре и русских традициях, где вырабатывалась сила воли, ты за отчизну, за родину, за Бога мог положить свою жизнь, как говорится, костями лечь. И вот философия, наверное, в этом. Рукопашного боя, как русский вид единоборства, спорта, издревле наши русские богатыри, да, были чем сильны? Силам духа. Если есть вера, сила духа, пускай ты будешь даже технически не так развит, какой-то техники не владеешь, но сила духа – это очень сила такая, да, божественная, где людей, ну, заставляют в определенных экстремальных ситуациях горы воротить. Все мы находимся в одном мире, в одном мире единоборств. И если мы говорим о мастерстве, это вот как какая-то сфера, где ты внутри этой сферы находишься. Каким путем ты выйдешь на уровень мастерства? Это будет рукопашный бой, это будет самбо, это будет каратэ или кэкбоксинг. Это, но когда ты выходишь на эту сферу, ты в любом случае становишься мастером, и тебе становятся понятны и подвластны многие виды единоборств. И в частности, вот Андрей такого же плана. Он может прекрасно прийти к нам на самурайский день со своими учениками, и провести великолепные поединки, и не гнушаться, что вы такие или что-то не то. Я не понимаю, когда люди что-то одно свое говорят, что это самое крутое и самое лучшее. Все единоборства должны быть братьями и сестрами, да, они все, в принципе, одинаково. Поэтому нужно уважать и ценить тоже каратэ, тоже дзюдо, борьбу, бокс, там, самбо, джуа-джитса. Мне все интересно. В принципе, не должно быть тогда, чтобы человек говорил, что вот только вот это самое крутое и все. Ну, у спортсменов всех есть тщеславие, но надо с ним бороться, и можно незаметно достичь такой, что ты можешь такой тщеславным быть, что и не заметишь, что грех этот останется на всю жизнь. Тяжело с ним бороться потом, очень тяжело. И ты можешь из-за этого потерять друзей, ну и вообще смысл жизни. Он понимает, что мы находимся в одном движении. Главное, что мы воспитываем молодежь нравственно и духовно крепкими людьми. Неважно, в каком виде спорта, главное, чтобы они были достойными членами нашего российского общества. Тренер, он просто тренирует, понимаете? Он, ему привели ребенка в спортзал, он его научил бить руками, ногами, там, бороться и все. Были случаи, когда приходили в школу, там, начинали отрабатывать удары приемным. А наставник это, мало того, что ты его тренируешь, преподаешь и даешь ему знания, ты правильно учишь их применять и вести себя в жизни, и в коллективе, и в семье. Поэтому наставник, он и есть наставник. Он, конечно, отличается от тренера. Тот человек, который передает часть своей жизни, часть своего жизненного опыта людям помладше. То есть он дает им силу, уверенность, психологические качества какие-то в них вносит. То есть, ну, по факту, вставляя свою частичку в других людей. Возникли какие-нибудь трудности, нужен совет старшего, опытного, без проблем. Он всегда открыт, он всегда готов, он всегда подскажет. Знаю Андрея Владимировича столько много лет, он уже давно превратился из тренера в моего наставника. Леша, ничего не делаешь вообще, что назад не двигаешься? На самом деле человек открытый, добрый. Да, бывает жесткий, прямой. Где-то, может быть, я ошибаюсь, я же человек. Ну, стараюсь быть правильным. Со своими друзьями всегда уважительно говорю. Друзья познаются как раз вот в сложных ситуациях. Мы ездим в снежные горы, да. Там я хорошо кувыркнулся, улетел в речку. Вот, они меня там спасали. В эти периоды люди проверяются. Действительно, в сложные путешествия без надежной поддержки, без надежных друзей суваться нельзя. И вот эта вот дружба мужская, она очень крепкая. Она на самом деле не формальная, а чистая на самом деле натуральная. И вот это качество мне нравится в своих людях, и мне эти люди нравятся. Таких людей мало, на которых можно опереться. Андрей настоящий друг. Вот у меня здесь вот были ребята. Вот мой Игорь, там все эти пацаны с нами занимались. Ну вот лучший друг Игорь Антипев. Да все. Радик был, Слава сейчас на Украине живет, Саня Мельников. У нас, в принципе, мальчиков было немножко. Радик вот, Серега Власенко. Решила продолжить его, скажем так, тренерский путь. Думаю, из этого, может быть, что-нибудь у нас и выйдет. С этого года, с 2020-го, он решил отдать младшую группу мне под мою ответственность. Мой отец изначально был для всех наставником в жизни многих ребят. И я на его примере просто посмотрел на это все. Мне понравилось. Передавать свой опыт, так сказать, малому поколению. Учить детишек, воспитывать их. Потому что у некоторых нет отца, допустим. Ты помимо тренера являешься как бы отцом. Андрей Владимирович меня затянул в тренерскую работу. Потому что открылось отделение рукопашного боя. Инструкторов на тот момент не было. Ну, опять же, он мне там сказал, что пора Рома тренировать, давай. Я начал тренировать у него в спортзале, там, на Дзержинского, где он подстроил, где дом у него. Да, знаешь, там ученики вместе с тренерами, своими старшими, там, как-то там консолидируются. И у них такое мощное апгрейд союз происходит. Я надеюсь, что мое дело продолжат мои ученики. Я пытаюсь им все дать, чтобы это дело продолжалось, развивалось. И на Камчатке люди, дети приходили к нам, воспитывались. Были готовы, развиты физически, здоровыми. Ну и готовы к армии и защите нашей Родины.